Всем привет! У нас обзор на кофемолку, сравнительно недорогую. Торговая марка Vitec стоила 1399 рублей. Модель VT7123ST. Чаша и нож из нержавеющей стали. Корпус также из этой же стали. Внешний вид мне понравился. Сейчас мы сделаем ее распаковочку. 50 грамм кофейных зерен можно поместить в чашу. Дизайн неплохой, на мой взгляд. Тяжелая, увесистая, солидная, не пластиковая, в плане того, что корпус не выглядит хлипким. Легким движением руки крышка отвинчивается, и когда вы ее обратно ставите на кофемолку, нужно до упора будет работать здесь кнопка включения. Так, вид внутри. Есть кофемолочки, у которых данная чаша с измельченным кофе снимается и очень удобно высыпать. Здесь нет. Либо отсыпать, когда уже измельчили до нужной вам кондиции, и в пропорциях кофе, либо ложкой его вытаскивать. Есть кофемолки из бюджетного сегмента, в том числе и подороже, чем 1400 и подешевле. У них крышка заворачивается, допустим, здесь, и на самой крышке кнопка есть. Но я хотел, чтобы кнопка была вынесена на корпус, как у меня на советской кофемолке, которая, к сожалению, из-за того, что механизма старая, она долго не работала, перестала у меня выполнять функцию. Кнопка включения неактивна. Вот так потрясешь, она начинает работать, но мотор как будто не вывозит все заявленные обороты на советской кофемолке. Поэтому помолк получается очень крупным, что не есть хорошо. Здесь, в принципе, мощностью 150 ватт, она вроде импульсная, есть такая функция. Мощность небольшая, дешевле кофемолки были, заявленная, допустим, у них мощность и 200, и 250 ватт. Но дизайн мне здесь понравился, и качество материалов. Давайте попробуем кофе измельчим, и результат посмотрим. Внутри она пустая. Какой звук издает, когда не заполнено? Ну, сравнительно тихо, потому что корпус из стали, может быть, поэтому он звук и убирает работающего мотора. Бодро. Сыпанул кофе немного, даже ножи еще не скрыл. Начинаем. Закрыл. Да нет, еще, видите, кнопка неактивна. Потребовалось крышку еще сделать небольшой проворот с нажимом, но не с нажимом, а с усилием, чтобы встала на место и кнопка стала активной. Итак, начинаем. Поболтаем так. Посмотрим. Ну, для турки в самый раз будет. Не в пудру, конечно, но тем не менее. Еще можно помолотить, и достаточно будет. В принципе, неплохая кофемолка для своей цены. В общем, покупкой пока доволен.